Унылые будни, скучная работа, повторяющиеся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаёте в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! Апп Икс. Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда, легко. Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Чатики от Марьяны. А? Не, не пить. Не знаю. Ты же выбирал. Ну дерьмовый какой-то. Это, видимо, был знак, когда она не хотела отдавать. Да, не надо было, наверное, брать. Надо было нахуй послать. Что? Надо было нахуй послать. Надо было голову ей разбить. Человек. Она бы на нас в кубице заглянили. Сейчас, может, попозже. Остальное все невкусно. Ну там какая-то херня. Она похожа на звездочку. Она странная. За яблоко? Нет. А что? Не знаю, она как звездочка какая-то. Мороская. А откуда ты ее взяла? Купи. А яблоко что-нибудь вкусное? Нет, яблоко вкусное. Ну ладно, сейчас я приду. Бля, пиздец, что так темно? Ты почернел. Да пиздец вообще. Так. Я как святой сижу, блядь. Что расскажете, чуваки? Дамы и господа. Желаю всем ненавистникам большого хуя в рот. И всем соратникам желаю успеха. Передаю тебе привет, чувачок. Давайте расскажите, как вам вчерашние треки. И главное, клип я старался. Сжег машину, собаку. Что скажете, ваше мнение? Давайте. Я буду отвечать вам. Когда тебя бросят, Марьяна, никогда не бросят. Передаю Фейсу привет. Тебе тоже передаю привет. Трек и клип охуенный. Спасибо. Хуя разорвал. Ну так, нормально. Я тупо застявся под клип. Треки охуенные. От души, бро. Когда в Краснодар? Когда привезут? Я готов выступать. Я в охуенном состоянии. Скоро думаю, поеду куда-нибудь. Платите деньги, организаторы. Я всегда с радостью. Просто огонь. Клип бомба. Супер топ. Зашиваю, ебало, дару. Нахуй. Все, хуйня. Угар, конечно, такой, что, типа, если так просто смотреть на интернет пространство, можно посмотреть, что чуваки там всякие пишут. Ну, всякие, блядь, необразованные издания из разряда, что Southside Baby похож на отечественный хип-хоп начала 2010-х. Я не знаю, блядь, где вы слышали там отечественный хип-хоп. Может быть, типа, блядь, на Young Trap'у и Yannick's их фит, блядь, отзаитовано. Потому что, в принципе, это, ну, обычная южатина. И в начале 2010-х, наверное, если говорить про южатину, в основном, блядь, здесь сделали трэп. Ну, не здесь, где я сейчас, а у нас, в стране нашей любимой. Где Гуччи линзы? Гуччи линзы в Москве у меня лежат. Выйди с подписчиком в эфир. Базару ноль. По вашей просьбе, блядь. Надеюсь, не хочет человек, подает заявку и не хочет со мной отговаривать, блядь. Видимо, я не достоин даже тени его. Шутка. Мы все никуда не достойны. Отдыхать заебись, купаться в океане. Классно. Здорово, прио. Как там? Ты и твои биты. Ну, я вроде к кому-то подключился. Деньги закончились? Нет, не закончились. Как относишься к тейпу? Заебись. Ты меня слышишь? Да, здорово, мужик. Офигеть, я тебе вписал в дерев, чувак. Просто я тебе пишу сюда, короче. Я слушал трек. Ты не видел у меня историю? Просто зайди в дерев. Я такой сижу на диване. За три руки трясутся. Такой сижу, короче, на диване. Пишу, залей, залей, залей. Удача никогда не поворачивалась, короче. Я пишу, давай фитонем, давай то, давай то. И такой кто-то пишет, у меня рука трясется. Давайте пофиг на нем. Кто-то пишет, подписчика. Я смотрю, кружок появляется. Я такой, охренеть, чувак. Трек просто бомба. Что первый, что второй с вами. Братан, от души, от души. Ради тебя и всех наших. Этот, как тебе такая идея? Вот сейчас смотрят почти 10 человек. Фитонем. А? Ну, братан, я фитую только с теми, кто мне нравится. А как ты видишь, я ни с кем не фитую, поэтому мне нравлюсь я сам. Ты, чувак, ты не знаешь, как это круто. Стой, чувак. Блин, а как скрин-то сделать нормально? Ты прикинь, как это круто. Ты можешь прямой оставить? Давай, делай скрин. Давай. А как, блин, на сегодня? Так делают ауешники, блядь, у нас в торговых центрах. Ну, Анатолий, как дела вообще? Ты сам где сейчас? Расскажи. Дела охуенные. Я сейчас нахожусь в Азии. Где конкретно говорить не буду, но уже не в Таиланде. Вот, короче, отдыхаю. Отдыхаю, готовлюсь к новому сезону. А ты профиль. Ты хоть зайди в Дирек, ты просто почитай Дирек. Там я Дирек тебя разбомбил. А я хуй знает, мужик, как зайти в Дирек, пока мы с тобой общаемся. Потом, потом, потом. Ладно, окей, базарный. А как у тебя дела? Расскажи, чем ты занимаешься? У меня все отлично, чувак. Я тебе писал сколько. Я думал, я же этот, в Инстаграме, короче, видео снимаю. Я думаю, ну, все же говорят о бабках. Типа бабки не главное, правильно? Ну. Ну, типа, а в России-то жить трудно. В России жить трудно, да. Базарный. Нет, я на самом деле понимаю, насколько, типа, смешно было, когда я в том году такой, типа, выходил весь в Гуччи и говорил, чуваки, бабки не главное. Как вы понимаешь, ну, типа, бабки не главное, это реально такая хуйня, это факт. Но ты не объяснишь это людям, которые сами не заработали этих бабок, чтобы понять. Да, да, да. Даже когда люди зарабатывают бабки, многие не понимают, что это нихуя не главное и продолжают думать, что, типа, надо еще больше, еще больше, там, Ferrari, Benz, да, хуйню. И тогда ты будешь счастлив. Но на самом деле ты, блядь, абсолютно никогда не будешь счастлив. Ну, типа... А как, это логично, это мир. Как ты вообще нажал на меня, ты просто расскажи. Да я просто увидел, что, типа, мне кто-то написал выйти в эфир с подписчиком, и я такой, ну, блядь, зашел, там было написано, типа, вот, приглашают на эфир, и я зашел, и там сперва была какая-то, сперва был ты, но сверху была какая-то баба, и я, типа, нажал на первое, на эту бабу, она отклонила, блядь, нахуй тогда планировал. Чувак, натурик, 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 натурик. А я же спал, прикинь, я спал, я такой, смотрю, я ждал, я проснулся, у нас, короче, в 10 по, ну, в 8 по-московскому, в 10 у нас. Я спал, я такой, проснулся специально. Да я из Нижневартовска, ты же не знаешь, где я, наверное. Нижневартовск? Ты знаешь? Да, да, ты знаешь? Не, знаю, но это, по-моему, это разве не рядом с Сибирью? Это хмал. Это и есть Сибирь. А, а как там плюс 2 от Москвы всего? Да, это вообще, это жестко, чувак. Тут холодно, тут холодно. Ты у нас в Сургуте, короче, выступал тоже тут рядом, а я в то время еще так чуть-чуть тебя знал. Это было года полтора-два назад. Нет, это было года, год назад, наверное, в том году, ой, блядь, в 17-м году в ноябре. И там были, типа, я помню, ну, там заебись было. Там чуваки дрались, короче, было весело. Да, да. А я такой думал, поехать, не поехать, поехать, не поехать. Это так жестко было. Ну, короче, ты такой, видишь, ты там, я, короче, не буду углубляться, это настолько круто концерт был. Когда концерты будут у тебя? Да хуй его знает, когда организаторы купят. Когда организаторы купят концерт, тогда он и будет. Ты знаешь, как сейчас это... Сейчас время такое с концертами пошло, что, типа, я особо... Ну, не могу позволить себе рисковать. А то, блядь... В натуре директ просто разрывается. Ты просто не понимаешь, как... Ты просто, Ваня, не понимаешь, как это круто. Ты просто вот так спишь, я был в другой комнате, ты просто спишь, так смотришь прямой эфир, пишешь, 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 И такой, сможешь, кружок такой появляется. Я такой, чё? Вот говорят, типа... Зайдите, я хорошо проснулся. Да, я вообще очнулся, это нормальная тема. Ладно, короче, я погнал дальше. Давай. Давай, удачи. В директ не забудешь зайти? Да, участие. Давай вообще четко. В директ не забудешь зайти? Да, попробую. Давай. Давай, давай, чувак, давай. От души. Нормально, видишь, у меня друзья, 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 все мои друзья. Их много. Вспомнила пить. Какую? Ну, все мои друзья. Все мои друзья. Все мои друзья, все мои друзья. Передашь привет, миленькая, шелестка? Твоя-то, ты же звезда. Ну нет, ну ты тоже. Мы звезды, мы крутые, мы пойдем и получим тарелки Муз-ТВ. Правда? Да, конечно, я пойду, получу тарелку Муз-ТВ. Хуй узнают, послезавтра. Вчера, блядь. А мы на сцене Муз-Танцуем тикток? Да, обязательно. Мы будем танцевать триллер, как все шутеры делают, которые учатся в университетах города Москвы. Примерно. И все такое. И ходят в новосибирский магазин. Да. Чуваки, вы забавные всем. Как предотвращать ссоры в отношениях, спрашивает человек. Он спрашивает нас. Да хуй его знает. Не знаю. Сложный вопрос. Само собой все решится. Не переживай. В любом случае все будет хорошо. Спулай, мунлай, тик-тик-тик, мунлай. А, мунлай-о, мунлай-о, тик-тик-тик. Я охуел. Я типа вообще не сижу. А можно я сяду сюда? Мне интересно, как ты ведешь трансляцию. Я не сижу, ну типа, я только работаю. На игле? Нет, на игле это понятно дело. Я только работаю, а в этот интернет, считай, я не заходил все эти дни. Так интересно. Слушай, я какого-то интервью у тебя беру. Давай, давай. Да, и я, короче, зашел в ВК, типа в новости. Ого, ты сидишь в ВКонтакте? Ну, конечно. У меня же есть страничка, которая скоро будет верифицирована. Правда? Подписывайтесь на нее. Иван Дремин, да. У меня на аватарке там я такой стою. Да ладно, я такой стою, Иван Дремин. С большим хуем такой. В кепке. Правда? Да. Ты что, не помнишь, это моя страничка старая? Вань. Что? Да шучу я, блядь. Да я шучу тоже. Да я понял. Ну и, короче... Ты не понял, ты уже это, немножечко испугался. Да не испугался ничего. Говори. Мы ничего не боимся. Мы, блядь, чуть не данное... Ну, конечно, да. На лодке чуть не разъебались. Я не боюсь, у меня трипофобия, арахнофобия, боязнь воды, боязнь высоты. Что еще, какие у меня есть фобии? У меня куча их, ничего не боимся, говоришь. У меня фобия тупых людей, которые доебывают меня в интернете, что бы я ни сделал. Тьфу ты, я думала, ты про меня. Ебалых в рот. Вот. Не надо. Ну, хорошо. О чем мы разговаривали? А, я зашел в интернет, я охуел. Ого! Ты в интернет зашел? Да, в интернет, как старик, нахуй. Именно вот в такой интернет, который надо, где мемчики, хуемчики всякие. Про кучик? Да хуй его знает. И там, короче, было... Я увидел много картинок, где, типа, написано спулай, мунлай. И я понял, что это вот этот колхозный ремикс, который все слушают. Какой-то там Баргузин, диджей, я хуй его знаю. Который, типа... Все, будет укус. Мне вообще, в принципе, не нравится эта песня, мунлайд, типа, хотя мне не нравятся какие-то песни у Икса. Не, мне обычная она нравится, а ремиксы не нравятся. Ну, типа, мне и обычная не нравится, но абсолютно какая-то такая песня. Ну и что ты тогда разговариваешь со мной? Ты охуела, что ты феррил? Ну, дальше, ну. И, короче, этот... Как его зовут? Евгений Кузин. А, блядь... А этот ремикс, это вообще... Ремикс? Да, но это вообще... Это как мемы, только ремикс. А это вообще, типа, полная хуйня какая-то колхозная. Ну, типа, понимаешь, я как бы не осуждаю вообще творчество, но просто это мне не нравится. Как бы это тоже можно назвать творчеством, но это творчество из разряда клубничок, там, я не знаю, да? Какой-то, блядь, для быдло, которое слушает быдло. И вот мы тогда шли на пляжу этом ебаном. Где? Где обезьяны. А, когда русские слушали? Да, и там, ну, мужик какой-то лежал, я не знаю, русский, не русский, вроде русский. И слушал вот это спылай, мылай, 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 вот это, бля, я так шел и думал, бля, пиздец, такая песня. А у меня эта песня ассоциируется с каким-то Якубчик, у меня таксист был, и он слушал эту песню. Бля, мне эта мать даже скидывала и говорила, какой-то диджей Галиулин, я хуй знаю, я не помню, какой у них нейм, по фамилии какой-то, Гулин, Баргулин, не знаю, блядь, Шегулин. Она мне писала, типа, вот этот диджей занял какие-то там строчки в чате Европа Плюс, блядь, в каком-то, я думаю, блядь, что за нахуй чат Европа Плюс, вообще, что это, Билборд Ход 100, нахуй, вот достижение. А вот чувак-то еще с Латвии, что-то такое, ну, как бы молодец, но я не понимаю, кто это слушает. Мне кажется, это слушают люди, которые, блядь, знаешь, такие чисто выкладывают фотки Яна Пхукете и радуются жить. Своих волосатых ног. Да пиздец. Что пишут? Да хуй узнать, самое охуенное, это то, что мой батя стал, блядь, блогером, вот это пиздец охуенно. Да ладно, расскажи мне подробнее, интересно. Ты что, не видела? У него же видео много на канале Тимоха против всех, он там обсуждает разные вещи. Я, конечно, не со всем согласен, но со многим согласен, вот. Вау, а с чем я не согласен? Подожди, сколько твоему отцу лет? Блядь, сейчас. Ну. Вот он обидится, когда увидит этот стрим. Ты ничего не увидит, просто, блядь, я веду ебучи стримы, мне немного, это, ты знаешь, я стеснительный тип. Так поэтому я тебя и спрашиваю, как в интервью. Сколько, ну, блядь, он уже 67, значит. Ой, ну, камон. Подожди, 52 ему. 51. Как 51? Так. А 52 сегодня будет? Хуй нахуй сегодня будет. Да я шучу, завтра. Хучу. Завтра, завтра. Ой. Там человек. Как думаешь, что он там зеленая мигает? Мама! Где? Ты напугал меня. Спулай, мунлай, тика-тика-тика, мунлай. Покажи, как он мне анкл занщит сверкать. Бич. Да не надо, да не анкл занщит, а вот и который ты мне подарил. Какой нахуй анкл занщит? Придурок, вот этот вот. Да он... Да его не видно. Да, блядь, а как он будет сверкать без вспышки? Не знаю. А, ну это же даймонд, но здесь свет хуёвый. Спулай, мунлай, тика-тика-тика, мунлай. Вот это здорово. Чё? Блядь, Таиланд, конечно, это интересное место. Блин. Там были в этом... Блин. Я сегодня искусил Скорпион. Да, охуенно, да. Я тебе... Я, блядь, рассказал историю про Таиланд, ты начала что-то, блядь. Так, Таиландский Скорпион, самый опасный Скорпион в мире. Свою волнувку. Никакой нахуй Скорпион тебя не укусил. Ну да, хернись. Дима, не смотри его, не смотри меня, Дима. Так, что ты про Таиланд говорил? Про Таиланд и то, что здесь, блядь, русских много. Но это неплохо. Не, ну в принципе, Таиланд это интересная штука, но... Ну, ну ладно. Какой ты феечка Блум. Что? Феечка Блум. Кто это? Не знаю. Ты думаешь, она возьмет руку? Я не знаю. Другу не Мамдун? Да. Обалдеет. Это же, это же... Офигеть, это та самая феечка Блум из Винкс? Ё-моё, феечка Блум. Обалдеет. Офигеть. Офигеть, это же она. Офигеть. Здорово. Я срочно скажу администратору ВПШ, чтобы он её сделал самым главным. Модератором. Криэкером. Ты как тебя зовут, феечка Блум? Саша. Приятно познакомиться, Иван Тимофеевич. Вот. Ты что, Тимофей? Я нет. Я Тимофа против всех. Подписывайтесь на канал своего батька. Это просто мясо. А теперь я общаюсь с феечкой Блум. Откуда ты, феечка Блум? Я из Чебоксар. Чебоксары. Клёво было. Капец, я так и знала. Был один раз там. Реально? Да, у меня там было 50 человек на концерте. И там были чебоксары? В смысле? Там были чебоксары. Обалдеть. Саша. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Я так и знала. Круто. Откуда ты знаешь? А, ну тебе это понятнее аудитория. Ты же помоги. Всё. Мунлайт. Мунлайт. Ну давай общайся. Общайтесь. Не надо, убери, убери. Общайтесь, общайтесь, разговаривайте. Поцелуйтесь с Мальяной. Обязательно. Вот, 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 вот то, чего ждут все. Да что за игра в бутылочку? Ну давай, всё. Сейчас, погоди. Ебать, какой чё. Ой, извини, пожалуйста. Феечка Блум. Феечка Блум. Феечка Блум. Феечка Блум. Ла-ла-ла. Ого, ты пишешь на рту? Феечка Блум рулит. Реально? Да. Офигеть. А, волк. Обалдеть, реально, это просто лучший день в моей жизни. Реально, правда. Волк. Ладно, успехов в школе. Пока. Спасибо. Пока. Любим. Удалить Феечку Блум. Жаль. Просто, блядь, из жизни, нахуй. Ого. Ну чё, ну удалить было написано. Реально. Но случайно, видимо, и не знаю. Надеюсь, она жива. Короче, завтра у меня вылезут прыщи от комаров, и я буду читаться. Марьяна выходит клип 25-го числа, она там... А, да, не, все знают. Сучки усохнете. Какие? Которые рэп читают в России. Очень хуёвый женский рэп. А, эти, Сацибели или как её? Пока что у нас... Сацибель? Я не знаю, ну кто у нас рэп читает в России? Да хуйня, я знаю, что у нас очень плохой женский рэп. Надеюсь, это изменится. Кто изменит? Изменится то, что у нас очень плохой женский рэп. Когда это изменится? Кто будет нормальный рэп читать? Бля, хуйня, надеюсь, ты. Не, не, я не хочу рэп читать. Ну и все, тогда нахуй никто. Когда-нибудь будет, надеюсь, я бы очень хотел. Когда-нибудь я выберу свой путь. Уры, Марьяша красотка. Уры. Уры. Никого не уважаю, будто никого не знаю. Ладно. Что вы бы видели? Да ничего. Какие у тебя усы? Ну, я усы давно уже не была. Усы, как уёбаные лисы. Офигеть, они реально... Ваня, они такие длинные. Ну, это неплохо, ты же... Татарин? Ну, ты же татарка. Ваня. Что? Тюркские корни. Ну, зачем ты сразу так? А я что, я мордвин. Как? Ну, так. Ты же пуштунец. Нет, пуштунец это Азиз. Ну, все, не говори так больше. Салам, Азиз, братка, привет. Ты думаешь, он тебя смотрит? Нет. Может, ты ему нужен? Блин, точно. Он отдыхает. Он уже все, он поднялся. Когда фит с лизером, блядь, ну, слушайте, я не знаю, но думаю, никогда. А лизер, это который Замир или как? Какой Замир? Ну, а как лизера зовут? Арсен. А. Нахуй мы вообще о нем разговаривали. Я не знаю, ну, просто интересно. Я просто ответил человеку на это. Я просто сказала. Да и хуй с ним. Фейст и мордвин, блядь, морду, не позорь. Иди нахуй. Так. Мум лая, мум лая. Я сам хуй знает, кто я такой по нации, блядь. Ну, написано везде, что я русский в свидетельствах о рождении, но что-то, блядь, мои эти родственники на русских не похожи, и я сам... Ты вообще это украинка, блядь. Да. Типа. Ну, не типа. Пиздец. Что? Да ничего. Ну, давай, брось мне, потому что я украинка. Да нет, не буду. Ты что, москаль? Украинцев люблю. Да и москалей тоже. Всех люблю. А тебя? Уважаемая Мария, с тобой, да, сутки и бисы за Мариану. Ты не обиделся на Мариану за ее интервью у нежного редактора? Да нет, мне вообще похуй. Что? Какая разница? На меня? Какая разница, чего вы там, блядь, сидели, терли. Ну, а что? Ноготки, макияжи. Мне говорят, я... День наш. А на что бы ты мог обидеться? Да хуй узнаю, а что ебу. Кого? Ну, на что я мог обидеться? Спрашивай, Фейс, ты долбоеб? Ну, не больше, чем вы все. Слышал трек. Да ладно, ты только позавчера орал, что я умнее всех, вы все дебилы. Ну, это правда. Слышал трек Ивангая. Да, это просто охуенно. Офигеть. Какой трек? Юймахарта, чики-пунки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ого. Вот здесь человек занят делом. А мы отдыхаем. Да пиздец. Все молодцы, ребята. Все блогеры, блядь, все рэперы, все молодцы. Все работайте. Отдыхайте. Да что ты такое говоришь? Да, хули нет. Пусть все процветает. Что? Что это было? Это гора. Братан, Фидж дать с Яней? С Яниксом? Ты хуй знает, думаю, нет? Кто такой Яникс? Расскажи про брата. Брат у меня охуенно. Что это Яникс? Яникс это рэпер. А, Яникс который? Да. С какого хуя ты такой ауе? Я вообще, блядь, ни капли не ауе. Не знаю, откуда вы это вообще хуй не взяли, что я ауешник, блядь, какой-то дебил. Дай ножку. Дай ножку. Ножку? Ножку? Ножку. Нет, ножку, фу, я не люблю ножку, она горькая. Плохой парень топ. Плохой парень топ? Капец, у тебя нога прикольная. Вот эти треки, которые вышли, они в альбоме будут? А вот хуй узнают. Угадаете. Сами. Паня, ты меня снимаешь? Салон. У Фейса. Волосы будешь растить, но только если на ногах, блядь. Треков в альбоме будет не знаю сколько. Че не споешь с Кизару? Да, блядь, попросите его, чтобы нахуй меня с ЧС вытащил хотя бы в Твиттере. Если он этого не сделает, дружба не будет, блядь. Дружба не начнется. Дружба не бывает. Дружба не бывает. Блядь, мне не забыть встречу с тобой в Питере на мой ДР в конце июля. Рад, что обрадовал тебя в твой ДР, мужик. Или кто-то хуй узнает. Жесть. Ты, наверное, сейчас... Го. Го. Вот когда человек пишет мне, давай выскочим с тобой раз на раз. Го, вылетим один на один. На что он рассчитывает? Что я реально скажу, да, давай, блядь, какой-то ебучий хуесос из деревни. Давай я дам тебе весь клауд. И мы с тобой, блядь, расскажу всем, кто ты. И мы с тобой будем драться нахуй под камерами, блядь. Или что, смысл писать такую хуйню? Вообще люди, конечно, такую хуйню пишут. Ну, скучно им. Тебе же скучно, когда сидишь и растираешь мастер. С какими рэперами будешь фитовать? Не знаю, блядь. На самом деле я бы хотел зафитовать. Служаем, давай. Не, нахуй надо. Очень хочу. Ну, зафитуй, блядь. Да я-то что, а ты же рэпер. Ну и что, и лжей ты не рэпер. Как? Ну это только так Муз ТВ считает, блядь. Нет, 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 подожди, я верю в Муз ТВ. Да, Муз ТВ хуйта. Слушай, ну ты, кто ты такой, чтобы оскорблять? У него есть золотая тарелка, у тебя ее нет. Зачем ты? Я все в песне сказал свою вчера. Так. А, да, точно, у тебя же вышла песня. Я не про эту песню говорю. А какую? А первую? Ну да, где я сказал, что тарелка Муз ТВ для быдла. Как? Ну так. Я же хочу ее получить. Да, я уже получил. Десять штук, блядь. Нет, я хочу завтра получить ее, можно? Может, ты не будешь меня в этом считать? Хорошо. Че анонсируешь в прямые эфиры, думал, поделал что-то скажешь? Да, че поделал говорить? Просто хочу пообщаться со своей аудиторией, со своими слушателями. Они так пишут, знаешь, как будто какой-то Микмилл в своей трансляции говорит то, что вот апокалипс надвигается. С фидуком фитовать не буду, с фарой, просите фару об этом. Человек пишет, я возле Еремеля живу. Ну, обосраться нахуй теперь. А я жил на Авроре. Что такое Еремеля? Бля, ну они хуйню, конечно, спрашивают. Они с хуя нахуй прыгают. И вот пишут. Один этот. Блядь. Гонфлад вышел этот мамбл. Че с Фладой фитонешь? Какой любимый трек у Гонфлада? Сейчас че с Биг Бэби Тейпом фит будет? Кто такой Флангад? Ой, Глонфлад. Ой, Гайфлад. Гланды, блядь, удалил. Да хуй его знает. Как удалил? Кто? Да ты че ты их, блядь, не можешь выговорить. Да ты знаешь, что я шучу. Ты знаю, ну Гонфлад. Ой, фу, кто шло от Флад? Блин, че? Да что нахуй, ну что не так? Да арбуз прокисший был. Да ебан, я не хочу его есть. Так и что, кто такой Глонфлад? Фитонис со мной. Да, блядь, пиздец, совсем фитонис. Да это рэпер, который пел Мамбл, тупая сука, пятикантроп, вот эта хуйня. Ааа, тупая сука, пятикантроп? Да, да, да. Реально, я всегда думала, что это он про себя поет, типа, тупая сука, пятикантроп. Я думаю, почему ты так отскорбляешь себя? От оппозиционной темы ушел? Нет, ни от чего не ушел, и ни к чему не пришел. Если я захочу о чем-то высказаться, выскажу своих позиций, не меняю. А, всегда он в Твиттере, подписывайтесь на мой Твиттер, ставьте лайки. Да нахуй вообще не подписывайся на меня, если не хотите, мне похуй. Капец, пальчик смешной тебе. Да, пацаны, такая хуйня. В Черниковке обитал? Нет, не обитал в Черниковке. Расскажи про Биф, я думаю, Биф будет прикольный фильм, очень хочу посмотреть его уже, сам. А, Биф про Фредди Крюгера, я помню. Да, про Крюги Фредера. Что с Земфирой, да, хуй знает? Как? А что с ней пишет, плохие песни выпускает. Тьфу ты моя, я думала, новости какие-то плохие, типа, умерла. А хотя какие плохие, ну только на один какой-то непонятный полукаверный оброск выпустил. Везде приеду, просите своих организаторов, пусть покупают концерты, я с удовольствием. Капец, у тебя палец на ноге длиннее, чем у меня на руке. Реально? Да, смотри. Ну ты же мысль. Чуть-чуть отличается. Такой хороший, блин, я не могу. Ну не наделись. Ну прикольно. Мы сейчас в стране солнца. Воняй. От соседей за хуй у японца. Не говори так. Рыжий хуй помощник солнца хуй сосал за три червонца. Страна восходящего солнца это Япония. Я знаю. А мы в Таиланде. Я знаю. Ну? Я, блядь, сказал, что мы не в Таиланде. Нахуй ты, блядь, сказал, что мы в Таиланде. В смысле? Ну я сказал, что мы не в Таиланде, чтобы, блядь... Ты чё жену в курс дела не ставишь? Да ты не жена моя пока что. Как? Девушка, ну а как? Ты чё охренела вчера, что это было? Это ты у нежного редактора только рассказываешь. Что? Всякие, блядь, небылицы там про предложения там по тайм-кодам посмотри. В смысле? Я тебя один раз спросил на кухне. Понял, ты перестань бухать, тогда будешь помнить всё, что ты мне там это... Ну я, ну нет, ну ты давно заранее уже вышла за меня замуж. Да ну, может, я не хочу. Замуж за меня? Да. А это во мне дело или в целом? Да, потому что мы вообще расстались сейчас просто на публику и граем. Типа... Ну может быть, блядь, я не знаю. Ну типа друзья, да. Да, 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 да. Давайте как... Давай как к другу мне поцелуемся сегодня. Пригласил меня нахуй. Что не базарь так, братан. Что? Да там, блядь, кто-то пишет что-то. Так, пошли в Fortnite. Фортнайт. Серьёзно. Ваня, я тебе... Давай серьёзно, я тебе писал по поводу политических вопросов. Ты молчишь, ты чего-то боишься? Пожалуйста, ответь, сейчас ещё раз отправлю. Нет, ничего не боюсь. Мне похуй, я уже мёртв. Как? Ну так, как ты родился, я уже умер. А ты умышь, когда ты сегодня не испугался, я подумал, что ты реально умер. Баль, там что-то, кипиш происходит. Нет, там Маресик пасти не опалил. А, да и похуй. Как? Ну так, а что она, упадёт и воскреснет? Ага, завтра после дождичка в теннис. Будешь ли менять стиль, флоу? Ты чего, блядь, ебанутый? Какой люди пиздят на тебя, ведь они даже тебя не знают. Вот интересный вопрос, реально. Вы сперва узнаете человека, прежде чем на него пиздеть. Да что, ты говори человек, который в 14-м году, посмотрев мои видео, обосрал меня. Я тебя не обсирал. Ты говорил, ты обсирал меня. Я тебя не обсирал, я просто... Я просто, блядь, ну как бы... А, да, 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 да. То есть, я... Короче, я встречался с девушкой с одной, блядь. У неё племянница есть. Олесин. Не Олесин, нахуй. Вот. И эта, короче, племянница, она смотрела, блядь, видео, блядь, Марьяны и её замечательного бывшего молодого человека. Ой, он их правда замечательный. Да пиздец. И я, короче, просто жёстко горел жопой. То, что я встречаюсь не с ним. Нет, на это мне тогда было пофиг. Я... У меня девушка тогда была. А нахуй мне это... У меня, между прочим, тоже был парень. Вот именно, блядь. Только для тебя это, наверное, к сожалению, было. Чё ты так говоришь? Прости. Ну, ты сама так говоришь во всех интервью. Да я не говорю, что было плохо. Вот. И у меня, короче, жопа горела. А у кого бывает хорошо? У меня жопа горела. Типа, блядь, чё это за пиздец? Чё это за хуйня вообще? Типа, почему она с ним? Я хочу быть с ней. Нет, не поэтому, а потому что, типа, чё за, блядь, шутки про пуки, каки, сиськи, жопы. Ну, у тебя такие, типа, в лёгкую так были про туалет какой-то. А у него пиздец. Так, извини меня. Я пукнул, я покакал. Что мне теперь не говорить про туалет? Ну, нет. Давай будем скрывать, что я не какаю. И я просто жёстко... Ну, я не понимал, до сих пор не понимаю, никогда не пойму смысл вообще этих всех действий. Ты сам шутишь, такие шутки. Ну, блядь, одно дело, это можно, я не знаю, шутить, блядь. Вот так между собой, там, когда вокруг тебя десятилетний ребёнок, а другое дело, когда ты, блядь... Да, десятилетний ребёнок говорит тебе, Вань, перестань, у тебя тупые шутки, а ты всё равно просто шутишь. Ну, да, но, типа, блядь, другое дело, когда ты просто живёшь тем, что ты про письки разговариваешь и попки. Типа, именно этими тупыми словами. Я вот не имею ничего против нормального мата, типа, там, сказать вот хуй, пизда, Но вот говорить вот это попка, писька, вот эти вот, блядь, мамуля, папуля, дедуля, сука, ненавижу, уменьшительно ласкательные слова. Это самая тупая хуйта, которую можно было придумать. Это, сука, для каких-то уёблых. Нахрен ты меня морючек называешь. Это другое молчание. Да ты, 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 говно, таракан. Таракан. Мы не ругаемся, не переживаем, не ссоримся, мы просто обсуждаем, который меня заебал, Камар уже здесь еле летать. Я тебе говорю, надо попшикаться, где у тебя попшикалка? Ты хуй в этом, в чемодане. Я у папы попрошу кладу. В чемодане. Я пока здесь созвонюсь с какой-нибудь феечкой, блум, блядь, с какой-нибудь... Скажите, вдруг ты в него влюбишься и уйдёшь от меня. Не будет такого. С бургузином каким-нибудь. Офигеть, я так рада, что мы больше не вместе, и, типа, мы можем как друзья общаться. Да, охуенно, реально. Секс по дружбе. Ты чё, охренел? Откройте! Дморайся! Да, блядь, ёбаный врод, щас я... Блядь, так весело, ребята. Да, ш... Марьяна, у тебя что, вышел влог? Да. Уже? Да. А, да, да, натуре прикольно. Такой семейный добрый. Ну, здорово, братик. Прости! Блядь, нахуй ты мне в блог. Прости! Ладно, пофиг. Здорово. Ты не должен обижаться мне. Как сам-то? Ты похож на меня из вчерашнего клипа, братан. Да? Чем? Офигеть! Кепкой. Блядь, ну а нахуй она, хочешь подарю тебе? Да нет, спасибо, мужик. Могу свою закилать. Бери вон. Я заебись. Давай, давай. Как у тебя дела? Блядь, у меня всё отлично. Щас, погоди. У меня нормальная вина вообще? Да, заебись. Офигеть, это же Никита из Новосибирска. Нет, а как тебя зовут? Меня Костян зовут. Блин, не угадала. А ты из какого города? Новосибирск. Натуре. Офигеть. Мариану угадала, что ты из Новосибирска. Ну-ка, покажи Мариану. Класс. Да не надо, не надо. Класс, я с трёху говорю. Ты в таком тоне общаться будешь идти? Ничего не покажу. Да ладно, чё ты? Ну ничего, блядь. Ты должен гордиться своей девушкой. Да я-то горжусь, не переживай. Так мы теперь друзья же. Гот. Джек. Давай, выпускай альбом. И двигай вообще всю тему, нахуй, Новосибирскую вперёд. Должен появиться нормальный рэп Новосибирский. Скоро появится, бро. Всё чётко. Задачу понял? Конечно понял. Всё, я тебя благословил. Давай, бро. Давай, погоди. Не-не-не. Так, стоп, подожди. Я немного не поняла. Ну-ка покажи девушку. Немного не поняла. Что? Я забыла, что хотел сказать, Ланка тоже. Я никого не диссил. В вчерашнем треке. Мне на всех похуй. Реально. Я просто... Про Эльвана я просто... Шутки у себя в Инстаграме. Пусть смеётся тоже. А тебе тоже нравится, когда вот по пляжу идёт мужик, а у него какие-то странные набухшие соски? Чего, блядь? Ну, знаешь, такие сосочки, когда они набухшие. Нахуй не хочу это обсуждать. Почему? Да потому что ты пиздец какой-то. Да что ты, ты сам это обсуждаешь. Я не обсуждаю, блядь, чеколку. Мы же, друзья, мы можем обсуждать что угодно. Я не обсуждаю соски мужиков. Ну, типа, я могу поржать с того, что они у них, блядь, как у свиноматок. Потому что я не понимаю, как это вообще возможно. Ну, в принципе, это их дело. Бау. Видишь, люди говорят, ты должен гордиться своей девушкой. Так, а какой девушкой? Мы же уже друзья. Ну да, мы просто друзья. Просто вместе отдыхаем. Вместе живём, вместе спим. Носим ребёнка нашего по очереди. На руках. Десятилетнего. Какой, Марыс? Давай позовём Марыс. Реально, Марыс? Сейчас я вам такого, блядь, кадра нарисую. Охуеете. Иди сюда. Ты же не шутил? Не, не, не. Марыс, пожалуйста, вот здесь. Вот тут японский язык. Всё как надо. Иди сюда. Разговор тебе есть, Марыс. Что это такое? Семейный отдых у нас. Марэс, иди сюда, покажи. Марэс, иди, рассказывай. Тут твои фанаты. У всех есть семья, даже у гангстеров и у ешников. Каковы вы меня считаете? Мы купили Марэси челку, и она очень странная выглядит. Давайте посмотрим, бля. Это пиздец, это просто какой-то этот, как это называется? Соломенный домик. Марэс, ты можешь, пожалуйста, посмотреть в камеру? Марэс, ты главный бандит нашей планеты. Марэс, а кто пишет? Ваши слова поддержки Марэси? Ваши слова поддержки Марэси? У нее вторая стадия говна в голове, бля. Но это она просто маленькая еще. Кто? Ну, Марэси. А, ну да. Вот такой вот семейный отдых. В принципе, у всех есть семьи. Это клево. Любовь? Что ты там говоришь? Ничего, ничего. На японском что-то. Давай, Марэси, на японском. Марэси, это сестренка Марьяны. Нет, это моя жена. Скажи что-нибудь на японском. Давай, скажи привет. Сейчас, стоите, сейчас. Охрененно. Я принесу, я сейчас что. А, что-то, Марэси, сам к тебе не дай смазу. Не, что-то, ты? Ну, хватит. Сейчас я принесу. Ну, не стыдно. Айстаут. Ну, стайлист. Ну, Шанель. Ну, Малель. Ну, Барель. Ну, Барель. Голова. А, мы же друзья. Нахренеть отцовую. Да вообще пиздец. Ну и что? Офигеть. Круто. Вау. Круто. Это пусан. Пусан. Не знаете, что он? Кто эти люди? Что это? Вот это какая-то. Чудища. Чудища. Что такое чимичурик? Чимчурик? Да. Я не знаю. Я знаю бичурик. Да, не знаю. У нас был товарищ. Алмаз кинь дозе по биологии, пацану. Алмаз. Не, это и сам нация разга. Братан, давай эфир поговорим о музыке. На данный момент мне интересно послушать свое мнение. Давай предлагай, что? Пообщаемся. А, это мой нос? Фит с Моргенштерном, нет, не хотел бы. Где он, блядь? Где этот чувак-то? Так как его зовут? Худрич Пайпер. Худрич, нихуя себе, он серьезно. Жесть, у меня такие кучерявые волосы битят. Вот он, блядь, только что же был здесь. Ебаный в рот. Вот он. Слайм скоро. Это будет классно. Сейчас закончишь. Здорово, братан. Здорово, мужик. Че, как вообще твое отношение на данный момент? Че, какие релизы года скажешь? Десять этого года. Десять из десяти. Ну, назови все десять релизов, самый топ. Топ релизов, на каком языке? Ну, бля, давай десять русских и десять американцев, ну, западных. Ну, это слишком жестко, мне кажется, просьб. Ну, пять, пять русских, пять западных. Десять я не наберу, да и пять-то вряд ли. Ну, мне типа, вообще мало чего нравится, на самом деле. Ну, давай, вот, любимый альбом этого года. Русские, западные, пох. Я тебе, слушай, я тебе не могу ничего отметить, кроме как мне понравился Эстер Уорлд, Троюса Скотта. Вот это реально. Да, он пиздат, вот, он, бля, вырос последним вот с этого. Бэйбс инзэк-рэппом. А остальное, типа, на Западе, очень все потерялось на фоне Эстер Уорлда. Типа, реально, ну... Ну, мне тоже так считают. Хотя, а вот как ты относишься, вот у меня друг, фанат, тоже, блядь, твой? Он вот Янг Тага считает лучшим рэпером. Как ты так считаешь? Кто-то, по-твоему, мне не лучший рэпер. Ну... Солджи-бой. Если говорить именно про рэпера в каком плане? Как персонаж, как фэшн инфлюенсер, как, не знаю, как техничный рэпер какой-то или... Ну, вообще музыка, вот, в целом музыки самой. В целом мой любимый рэпер, прямо сейчас. Да. Трейз Скотт, наверное. Базара нет. Ну, потому что, типа, чувак реально делает очень крутые вещи, и это нельзя отрицать. Но Янг Таг произвел вообще очень сильное влияние, и это видно по таким артистам, как там Lil Baby, Gana, NBA Янг Тага. Гана. Ну, все эсэнты. Многим, многим, везде дети Янг Тага, и все такое. Это очень сильное влияние, как бы. Все потому, что он топился за такую тему, что ему на все насрать, и он такой, какой он есть, и он ничего не боится, и он смелый, и это круто, и я это ценю, и любую быть таким. Игрустки, как индустрии, там, что у тебя, какое отношение сейчас. Ну, я как понял, блядь, тебе поебать за нее. Ну, как бы мне на все, в принципе, поебать. В конечном итоге-то ничего не стоит. Вообще веса, да? Я вот сейчас по твоим старым трекам, типа, блядь, вот, любимый альбом хули, Revenge. Ну, кейп, то есть. По таким трекам, скорее. У моего лучшего единственного друга тоже любимый альбом Revenge. Я, на самом деле, как бы, ну, всегда угораюсь в такой тем, что, ну, это как-то было непрофессионально, неотесанно. На начало каких-то путей, что, типа, я вот сейчас просто слушаю слайм и понимаю, что это круче, чем все, что я делал. И что, слайм, Дима, это тоже круче, чем все, что я делал. Какое путение ты будешь делать слайм? Да не знаю, ну, типа, все услышишь. Я не вижу смысла сейчас какие-то карты. А как тебе вот этот фрешмен Blueface, слушал его? Да, ну, типа, это прикольно, но это мем. Ну, как бы, мемы, они осыгрывают. Мне кажется, он, типа, а-ля новый SexNine, что-то в этом роде. Ну, что-то в этом роде, но, как бы, SexNine орал, этот читает вне бита. И то, и то, это, как бы, прикольно, но это однообразно. Ну, то есть, типа, это задолбает в конечном итоге. В Америке с этим, кстати, получше, как бы. Ну, в том плане, что сейчас там идет такое развитие, что там мемы могут долго, в принципе, держаться. То есть, Lil Pump до сих пор держится и все такое. В России, насколько бы это прокатило, я не знаю, не уверен. Просто потому, что у нас публика очень требовательная и очень избирательная. И у нас мем-артист, он должен что-то показывать потом. И причем, ну, то есть, короче, мем-артист, вот, как, к примеру, был у меня, да. По сути, я сейчас начинаю вообще, ну, своими вот этими путями, вот, слаймом и так далее, далее пойду, да. Я начинаю совершенно другую дорогу. Дорогу такую, когда персонаж обходит на другой план. И охота делать, типа, музыку. И охота именно музыкой притягивать людей из своей концерты. И набирать какую-то лояльную фан-базу. А не просто хайп какое-то говно, которое уходит и приходит и так далее, тому подобное. От одного другого члена прыгать. Вот. То есть, я имею в виду, что мем, он закончится рано или поздно. Ну, понятно. И что ты сможешь уже потом показать в течение, там, да, пары лет, когда ты начнешь уже новый путь. Если ты не сломаешься, когда твоя мем-дорога закончится, если ты вообще способен что-то показать. Это уже другой разговор. Это мы, в принципе, посмотрим на разного рода мем-артистов. В Америке это пока держится. У них индустрия развлечений просто намного более прокачанная, поэтому у них это держится дольше. А вот Slime это не вдохновлено, случайно, Young Tag'ом, просто Young Tag'ом, там, YSL, там, Slime. Нет, конечно, безусловно, это вдохновлено. Типа, мне нравится это слово. И это слово, как бы, означает на сленге, типа, братан. И этот релиз, он, как бы, ну, как тебе сказать, Slime – это такой релиз, который тоже о моей жизни. Но он больше о моей жизни сейчас, чем, к примеру, если какие-то неисповедимые, это о моей жизни раньше, то Slime – это больше о моей жизни сейчас. И он мне как-то близок. И для меня, как бы, когда я писал этот релиз, для меня этот релиз, как бы, не знаю, это как будто мой какой-то брат, я не знаю. Вот и все, типа, как и в целом мое отношение к моей музыке. Это что-то такое, что со мной идет по жизни, как мой кровный брат. И поэтому, как бы, я выбрал это слово, просто, как бы, таким образом обозначив свой какой-то бэкграунд от Атланты. Потому что я люблю слушать трэпы, потому что на мне есть влияние трэпа. Все такое. Ну, конечно, мне нравится Янг Так просто своей смелостью, как минимум, я люблю смелых артистов, смелых людей. Еще вот у меня парочку вопросов, там, несколько, по поводу вот… Как тебе вот альбом Savage, вот, экспериментальный, что-то, блядь, он мне не зашел, вот, честно. Уже нет этой хуйни трэпа, типа, Bank Account, что-то какая-то, блядь. Ну, мне и Bank Account не нравится, как бы, не мое. Мне больше нравились его самые такие ранние темы. Янг Savage, why are you trapping so hard? Ну, типа, даже нет, там, мне нравилось, типа, Red Abs. А, Red Abs. Какой этот трэк-то крутой у него был. Блин, Skur Skur. Ну, типа, вот, начальник. Не-не, Skur Skur – это кодек. Skur Skur – это кодек. Не-не-не, у Savage тоже есть Skur Skur. А, а вот как тебе вот кодек альбом? Ну, там, прикольные, типа, вайбы. Но этот альбом, он прикольный именно со стороны того, что это экспериментально. Очень круто, что вся индустрия, вот, в США, это очень жестко радостно. Настолько уже, что J.Cole привлекает разных артистов, типа, там, не знаю, Янг Нуди какого-то, да? Вот, ты слышал меня? Вот, кодек как альбом. Не-не, кодек как альбом. Я понял твою мысль. Ну, да, ну, типа, это клево, то, что это все пересекается, но это скучно. Твой Настанж вообще, в принципе, скучноватый. А кодек альбом мне больше понравился. Кодек, он дурачок, но он душевный. Вот. Типа такого чувака, но посерьезнее себя ставит NBA Youngboy. Типа, тоже нравится. О, Youngboy мне тоже вот нравился. О, нравится. Ну, что-то мне кажется, вот, дальше, а онсайд, D, ничего, что-то громче нестрелило. Ну, как бы, я вообще, в принципе, не люблю артистов, которые могут делать только одно и то же. То есть, типа, какой-то прямо один звук, и они больше ничего не могут сделать. Вот и все. Не особо. Ну, просто я не понимаю, а что дальше, типа? Потому что очень мало кто держится просто за счет того, какой ты персонаж. Или очень мало кто может делать реально на уровне одну и то же вещь. То есть, типа... Ну, типа, даже тот же самый, вот, Ил Яхтин, вот он, блядь, в 17-16 год там был королем молодежи. Сейчас он где, блядь, он нигде, нахуй? Ну, типа, как сказать, нигде. Это в глазах интернет-обывателя, как бы, знаешь, там, типа, интернет-человека просто любого, как бы, кто-то больше на слуху, поэтому он его выделяет. А с другой стороны, что думаешь, он живет плохо там, я не знаю, денег у него нет, или он не выступает? Тем более, если это в Штатах, то там, типа, чуваки даже, типа, я не знаю, Лил Гнара могут себе роликсы купить, а у них на это есть деньги. А роликсы стоят, ну, тысяч пятьдесят минимум долларов хотя бы, такие, как у него. Типа, здесь тысяч пятьдесят долларов, наверное, другие деньги совершенно. А как вот к этому, к Dragonborn, вот, послушал его и думал, блядь, ну, чё это за хуйня это, блядь? Просто тупо, блядь? Блядь, Dragonborn этого тейпа, блядь, ебаного. Типа, я послушал, думаю, ну, ебать, это же, блядь, какой-нибудь там Smokepur, чё же ещё, вот такие хуйни, D-Savage, ну, это пиздец, так-то вот прямо один в один. И все кем-то вдохновляются, особенно, не забывая, пацану всего 19 лет, и это, как бы, совершенно нормально. Вот, но, в целом, как бы, вот, опять-таки, случай такой, что я очень хочу, чтобы у него всё получилось в дальнейшем, но я не понимаю, что дальше. То есть, типа, когда фишка пройдёт, что будет дальше? То есть, типа, вся фишка-то заключается, как бы, в перемешивании сленга, это круто. Но, ну, и, типа, трек-мем, но такое, как бы, я не знаю, было и у Фараона, было, там, вот, сейчас и у Гонфлада, было и у меня, но это всё проходит. А что дальше, то есть, типа, что дальше, вот, это уже неизвестно. А вот тестинг, Рокки, как тебе? Ну, Рокки мне не особо понравился тестинг. Ну, типа, он реально там тестит звук. Типа, я не знаю, это как-то слабо, понимаешь, для артиста, как на уровне Рокки, то, с чем он пришёл. Вот, и то, чего от него ждали, хотя он никогда не был сильным гением каким-то там, да, лирическим и звуковым. Вот. Трэвис Скотт, кстати, тоже не лирический гений далеко, но он очень крутой в плане звука. Вот, у него очень охуенные биты, вот это всё. Вот, ну, типа, заебался говорить, вот, слово паразит. И, короче, я могу сказать, что тестинг мне лично не понравился, потому что там буквально пару-тройку треков каких-то нормальных, а остальное всё это просто эксперимент, и эксперимент-то не в положительную пользу какую-то. Понимаешь, можно привлекать таких артистов, как Дев Хайнс и Фрэнк Оушен, и сделать совершенно не то, чего можно было сделать с этими артистами. К примеру, там, я не знаю, позвал Трэвиса Стиви Вандера, и он ему играл на губной гармошке, блядь. Вот это реально легендарно. Не, а вот знаешь, у меня вот друг, он тоже что-то там R&B делает, там, у меня на родине, там, друг. Он, короче, этот, ну, короче, он там спиздил у Трэвиса, там, с Rose Late Night, у Трэвиса, вот помнишь, с Бэпстой? Вот это мычание. И вот я ему говорю, ты что, долбой, ты не знал, что это Кит Кадди? Он говорит, что в натуре, и он охуел просто. Вот я думаю, поражаюсь иногда. Ну, Кит Кадди, да, жёсткий инфлюенсер, конечно, в плане вообще своей музыки, как и Канни Уэст. А, а вот как тебе Лаурбой-то с 17-го года Тайлера? Тайлер? Ну, мне Тайлер вообще особо как не нравится. Я понимаю, в принципе, его фишку, но, типа, мне больше нравится как-то, типа, их творчество, там, времён, вот, их, от Фьючера, то есть, типа, кроме Фрэнка, Фрэнк Оушен, мне он нравится и сейчас, в принципе. А Эрл, ну, вот у него и сейчас, в принципе, вышел альбом клёвый такой, знаете, очень похожий на группу «Контейнер». Я, ебать, охуел этого. Мне друг скидывает фотку Эрла, у него там, ебать, дреды, я, ебать, охуел, блядь, думал, ебать, сколько времени прошло. Я, ну да, вообще, вырос мужик. А Тайлер, ну, типа, он чё-то делает, но, как-то, у него вот крутой, там, трек-клип с Калли учатся. В принципе, он клёвый, чувак, просто это, как бы, не особо для меня, наверное. Вот, ну ладно, короче, я обыкнал. Ты, можно с тобой фотку сделать, там, скрин? Давай. Давай. С... Сука, не туда нажимай, а сейчас... Подожди. Давай. Еб твою мать. Ладно, давай, братан, удачи. Давай, мужик, тебе тоже. А, стой, стой, передай привет Бурятии, чисто вот, братишка. Бурятии, Бурятии, салам. Всем бурятским пацанам. Вот, да, заобщался я с этим парнем, но я люблю своих слушателей. Вот, поэтому всегда готов с ним пообщаться. Ладно, на самом деле у меня делают, и я послай ему, причём. Поэтому пошёл. Фитс ЛСП, не знаю когда, может быть, когда-нибудь будет. Концерты планирую везде, куда меня привезут. Фитс ЛСП, очень хочу. И буду выступать. Скоро. Это генгшит. Заберём ту цепь, шит. Не выёбывайтесь, будьте спокойными, такими же, как я. Шучу, просто у меня пополярка. На самом деле нет. Просто обычный невроз. Ладно, любви вам. И всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok